Всем привет! Блендер 2.91. Пересматривал мультфильм Ранго. Очень мне нравится. Классный мультфильм. И там такие походки вообще бомбовские, когда он заходит в город и пытается слиться с толпой. Захотелось сделать анимацию, но предыдущего Ранго я удалил. Есть по этой теме ролик. Я удалял все свои предыдущие работы. Ссылки на ролики, в которых я это все делал в The Brush, оставлю в описании. Ну вот пришлось сделать Ранго, так как скачать Ранго, в принципе, модели его то ли не хотят делать, то ли неинтересный персонаж я не нашел. Хотел просто скачать персонажа, сделать ему кости и потом все это дело заанимировать. Ну вот, пришлось потратить время заново сделать Ранго. И сейчас хочу просто вставить кости, посмотреть как он будет работать. Погнали! Итак, Shift-A. Опять же по прошлому ролику в Single Bone. Поднимаем с помощью MOV. Где-то до пояса. Опять же заходим где бегущий человечек и находим Viaport Display in Front. Теперь я, как всегда, забываю включить Screencast Key, чтобы вы видели, что я нажимаю N. Если голос хрипит, извините. Немножко подстыл. И погнали. Чуть-чуть косточку побольше делаем. Заходим в Edit Mode. И погнали все это дело добавлять Е английское. Выводим сюда косточку. Е сюда. Еще раз Е. Это уже шея. G немножко поправляем. И Е опять же вытягиваем. Это уже будет голова. Теперь вот от этой косточки выводим Е. Это будет ключица. Сразу ее отсоединяем Alt-P Clear Parent. И от нее сразу начинаем вести уже на руку кости. Это Е. Где-то здесь вот будет локоть. Е здесь уже кисть. И выводим маленькую косточку на кисть. Так, следом. Семерка на нампаде. Смотрим, где это все у нас находится. G. Поправляем. Немножко все это дело. Ставим под углом. Потому что нам потом нужно будет руку именно двигать. И чтобы она сгибалась правильно. Так, вот у нас теперь появляется вот эта косточка. По ней было очень много споров. Нужно ли ее делать. Но даже подписчики пришли к тому, что для анимации лучше делать именно вот таким образом. Сейчас объясню как. Е. Сюда вот вытягиваем косточку. Е. Вот сюда. Это все от одной кости идем. Вот таким вот образом. Так, Ctrl-Z. Была выбрана вся кость. Поэтому выбрались именно две вот эти вот части. G. Так, E. Вытягиваем еще косточку. Теперь E. Ставим первую кость. Ставим единицу на нампаде. И смотрим. Вы видите, что в принципе все попадает. Но это дело нужно погружать пониже. Так, смотрим сразу палец. Выводим его вот сюда. И стараемся как-то, чтобы кость была именно в пальце. Нажимаем на кость. Опять же смотрим со всех сторон, чтобы она хорошо легла. И нажимаем правой кнопкой мыши. Находим, так, будет ли тут или нет. Вот сабдивизии. Вот у нас два сгиба. Можно в принципе оставлять две кости. Нормально будет все это сгибаться. Пальцы у него ящерицы. Нормально будет. Нормально делай. Хреново само получится. Так, E. Вот так вытягиваем косточку. G. Ее поправляем. Смотрим, что да как. Опять выбираем всю кость. Правая кнопка мыши. Сабдивизии. Делим кость на две. Так, здесь у нас немножко косяка. Вот так вот. И немножко E выделяем, вытаскиваем. Кость G. Опять же со всех ракурсов смотрим, поправляем. Когда она полностью стала, нажимаем правую кнопку мыши сабдивизии. И все поделили. Не забываем. Вот как у меня получилось, что я один палец прозевал. Жмем E. Еще одну кость вытаскиваем. И E еще одну вытягиваем. Так, смотрим. Удачно получилось. Жмем правой кнопкой мыши сабдивизией. Делим. Ну и эту тоже завершаем. E вытягиваем. Смотрим. С разных ракурсов выделяем косточку. Опять же правой кнопкой мыши сабдивизией. Делим. Все хорошо. Единица на нампаде. Выравниваем модель. Теперь E вытягиваем косточку. Отделяем. Alt-P. Clear Parent. И вот для чего вот это нужно кость. Чтобы все не присоединять к этой кости. Вот одну сейчас. Через Shift выберем. И левая кнопка мыши. Ctrl-P. Keep Offset. Выделили. Все. Одна часть. Дело сделано. Единица на нампаде. Займемся теперь ногами. E. Вытягиваем вниз кость. Выделяем ее. Alt-P. Alt-P. Clear Parent. G. Английское выводим. До колена. И стараемся четко выровнять. Так. Теперь всю вот эту косточку. Тройка на нампаде. G. Выводим. И вот это колено. Именно отмечаем. Под углом кость ставим. Так. Здесь у нас позвоночник. Косточку G. Выводим на шею. Поправляем. Косточку головы. Так. Еще поправляем косточку здесь. Косточку сюда. Ну и эту тоже смотрим. Как она. Будет стоять. Так. Это значит. G. Немножко выравниваем. Ну и погнали делать ноги. Тройка на нампаде. Вытягиваем E. Косточку. Не до самой пятки. Не обязательно. А вот. Где тут. Чуть-чуть до низа не доходя. E. Вытягиваем кость. Альт Пи. Что у меня сегодня в барахле. Альт Пи. Клиер Пэрент. И опять же вытягиваем E. Косточку. И вот здесь у нас уже будут пальцы. Так. Семерка на нампаде. G. Кость. Можно сделать как и на руке. Но в принципе здесь на ноге это не обязательно. Так. Получается мы просто ставим косточку сюда. Теперь E. Вытягиваем кость. Единица на нампаде. Смотрим как она легла по пальцу. И просто делим ее на два. Так же. Так. Сабдивизии на два. Теперь выделяем вот эту кость опять же. Вот эту вверх. И сразу сделаем каждому пальцу по одной кости. Ну в принципе можно сразу. Давайте сразу уже по кости добавим. Так. Ctrl Z. Это G. Так. Чуть вот сюда. E. G немножко вытягиваем. И немножко E. Вот так вот. Так вот пальцы чуть-чуть не попадают. Мы их немножко подальше отведем. Смотрим как они тут. Ага. Ужасно. Ну вот так как-то. И просто поделим тоже. Правая кнопка мыши. Сабдивизии. Опять же выбираем. Сабдивизии. И так далее. И так далее. Сабдивизия. Так. Ну и вот эту кость чуть-чуть вытянем. Вот так вот. Все нормально. Нормально. Тройка на нампаде. Вот эту косточку теперь через Shift. Левая кнопка мыши выделяем вот эту кость. И жмем Ctrl P. Keep Offset. Делаем связь у них. Так. И это дело сделано. Теперь нужно поработать с хвостом. Вытягиваем. Выбираем тазовую кость. Низ. И E. Вытягиваем кость. Эту косточку тоже Alt P. Clear Parent. Смотрим как она легла. Вроде ровно. Тройка на нампаде. Здесь делаем ее G вот сюда. Выбираем верхнюю часть. G уводим вниз. И E добавляем кости. Теперь вот эту косточку первую. Через Shift связываем Ctrl P. Тип Offset с тазовой костью. Единица на нампаде. Выбираем теперь тазовую кость вниз. E ставим бедро. Чтобы вот это при движении бедро не вдавливалось. Alt P. Clear Parent. Через Shift левая кнопка мыши выделяем Ctrl P. Тип Offset. Так. Что еще нам тут можно добавить? В принципе. В принципе вот это вот так. Это G. Ключицу можно сделать поменьше. Так. Свяжем вот с этой косточкой Ctrl P Keep Offset. Шея есть. Голова присутствует. Руки налажены. Ноги. Установлены хвост присутствуют. Ну в принципе все. Единственное что еще можно добавить. Тройка на нампаде. Е косточку вот так вот вытянуть. Ее отделить. Alt P. Clear Parent. Единица на нампаде. И G. Поставить ее на грудь. Для чего? Чтобы когда будет опускаться плечо. Вот эта часть тоже не вминалась. И жмем Shift. Левая кнопка мыши. Ctrl P. Keep Offset. И так. Вот такой RIG готов. Теперь мы вот эти все. Вот эту всю сторону. Выделяем. Смотрим. Чтобы все было выделено. Не забыть ни одну косточку. Вот так. Все на месте. Ага. Нет. Вот тут еще. Пальцы. Так. Вот теперь да. Ну и делаем как в прошлых роликах. Со всеми персонажами. Это зеркалим. Это сначала делаем дубликат. Shift D. Силчок. Левой кнопкой мыши. Вот немножко у меня тут. Дернулась мышь. Поднялась все это дело. Теперь правой кнопкой мыши. И делаем Mirror X Global. Когда вы ставите вот эту сторону. Тоже смотрите. Чтобы все нормально легло. Не вперед. Не меньше. Не больше. Словом. Ну чтобы нормально тут все получалось. Так. И вот беда теперь в чем. Что нужно выбрать ключицы. Вот эти две. Семерка на нампаде. И нужно их как-то вперед. G. Вперед перетащить. Но так перетащить. Чтобы они не вылазили за персонажа. Вот так вот. Ну где-то вот так. Опять же корректируем теперь G. Плечо. И тут G. Плечо. Вот так. Вот косточка перекрутилась одна. Это не есть хорошо. Когда мы будем настраивать кости. Она нам начнет парить мозг. Так. Удаляем руку. Чтобы не рисковать бом. Единицы на нампаде. И опять же копируем. Вот эту руку. Уже в отдельности. Смотрим. Проверяем. Все нормально. Единицы на нампаде. Shift D. Щелчок правой кнопкой мыши теперь. И делаем mirror. X-Global. Так. Ну вроде все установилось. Единица на нампаде. Пробуем теперь связать персонажа. Это заходим в Object Mode. Выбираем косточки. А. Сначала персонажа. Пардонте. Теперь через Shift кости и жмем Ctrl P. With Automatic Widget. Так. Связка прошла. Теперь выбираем только кости. И идем в Post Mode. Настраивать персонажа. Так. Сначала inverse kinematic. Выбираем вот эту косточку через Shift. Вот эту. Жмем Ctrl Shift C. И находим inverse kinematic. Ставим настройку влияния на две кости. То же самое производим с этой стороной. Это через Shift. Выбираем сначала косточку эту. И находим возможность даже здесь inverse kinematic подключить. Вот так. Ну здесь вот теперь его нужно настраивать. Удаляем. Ctrl Shift C. Inverse kinematic. И вот уже автоматически стоит арматура. Бон 0.65. А так нужно ее искать и настраивать самому. Ставим влияние на две кости. Теперь выбираем вот эту косточку. Вот эту. Ctrl Shift C. Inverse kinematic. Опять же на две кости влияние. Ну и левую ногу тоже. Ctrl Shift C. Inverse kinematic. На две кости. Теперь что можно сделать. Здесь теперь по прошлым роликам руку можно настраивать именно чтобы перетяжки не было. Давайте сначала посмотрим вообще будет она нет. Выбираем. Так сначала все это дело. Сохраняем файл. Save as. И сохраняем. Выбираем кость. G. Прикольно движется. Но нужно теперь попробовать ее перекрутить. R. Перекручиваем. Убираем кости. Вы видите что рука тонкая и ее ломки в принципе нет. Так что копирование на Inverse kinematic вот этой кости предыдущей. Вот этой. Ставить не обязательно. Ну а там на любителя. Если вам так удобнее чтобы вот эта рука двигалась именно за кистью. То можно настроить ролик. Выложу в описании как это делается. Так. Смотрим R. Ну и давайте его поставим в позу. Именно как в мультфильме когда он думал что он или как прятался. Типа сливался с кактусом. Итак. Эта рука G сгибается. Вот так вот. Немножко R можно приподнять. Так. А эта рука немножко G опускается. Вот так. Теперь R перекручивается. Так. И G. R. Вот так вот ставится. Ноги. R. Так. Не R. Ctrl Z. Единица на нампаде. Семерка на нампаде. И R перекручиваем. И G ставим ближе. Эту ногу тоже. R. G. Так. И вот в чем казус. Я хотел руки сделать длинней. Но думал слишком будет длинный. И получается у меня вот этой части не хватает. Вот эта рука должна чуть-чуть быть выше. Как и эта. Ну ничего. Можно G. Или вот эту сделать R. Или вот эту вот так вот приподнять. А эту тоже чуть-чуть повыше. Вот так. Ну и немножко ключицами поиграть. Вот таким вот образом. Так. Семерка на нампаде. Кость G. Кость G. Ну вот что-то такое получается. Вот такая поза из мультфильма. В следующем ролике попробую все-таки сделать походку. Ну и теперь вот косяк выявился. Нужно вот эти руки сделать еще длиннее. Не беда. Все это дело подправить можно. Все. Всем пока. До свидания.